Айнард Фейн, жители Империи, с вами Нельфгардец, и сегодня мы поиграем ядовитой колодой короля Саламандр от нашего подписчика Егора Питерского. Но, прежде чем мы начнем, поддержи Императора, поставь лайк, подпишись на канале в Ютубе, Твиче и Трово, и конечно же, поддержи Империю Чеканным Флорином по ссылке в описании к ролику. Также, из-за угрозы блокировки Ютуба, я приглашаю всех на мой Телеграм, где вы узнаете последние новости канала. А чтобы всегда пользоваться Ютубом даже после его блокировки, поставьте себе VPN. И лучше всего воспользоваться услугами старейшей компании на этом рынке, ExpressVPN, которая специально для всех нельфгарцев дает 49% скидку на годовое подключение и в дополнение к годовому абонементу дает вам еще 3 месяца в подарок с возможностью вернуть деньги в течение 30 дней, если вас что-то не устроит. Чтобы воспользоваться этим предложением, перейдите по моей ссылке в описании к ролику. И помните, на нашем канале временно нет монетизации, поэтому, смотря мои видео через VPN, вы помогаете нашей империи. Итак, в качестве обилки лидера мы берем джекпот, по приказу получаем 9 монет, затем усиливаем дружественный отряд на количество монет, превысившее максимум накоплений. Каждый раз, когда дружественный отряд приносит нам монеты, мы усиливаем его на количество монет, превысившее на максимум накоплений. Далее мы берем глаз тигра, это 5 монеток, возрождение, чтобы воскрешать наш отряд, не превышающий 9 единиц провизии, король нищих, платеж. Ну, в общем, он прыгает к нам из колоды, когда мы обнуляем счетчик, счетчик 12, плюс получаем монеты за каждую единицу, на которой уменьшился счетчик. Ну, соответственно, мы можем и в колоде качнуть, и он там выпрыгивает, мы через платеж его усиливаем и прочее, прочее, очень мощная, хорошая карта, наша любимая. Далее, рыхлый триуфель, создаем отряд со способностью взаимосвязи, но в нашем случае это нищие. Плюс, играем в золотую пену, усиливаем три смежных отряда на 2 единицы. Кролевский указ, тащим отряд из колоды, Банквивальди тащим карту из колоды, но при этом платим за это денежку. И получаем денежку, а зарявит наш защитник. Саламандра, важнейшая карта, выгода 1, при размещении 2 лет яда отряду. Если платим 9 дани, то все отряды на поле боя получают яд. И в этом ее разрушительные свойства, потому что, отыграв ее через возрождение, мы уничтожаем стол противника. Далее, кольцо покровительства. В начале игры она у нас находится в руке, и, соответственно, усиливается на 2 единицы каждый ход. Можно довести, грубо говоря, до 20. Убежище Саламандр, стойкость размещения. Играем, создаем одну из этих карточек, но мы всегда будем, скорее всего, создавать Саламандру выродка, чтобы раскачивать ее на нашей стороне поля, и по приказу перемещаем яд с дружеского отряда на другой. Ну, соответственно, на вражеский или на свой, если надо. Далее, Роналд, Бленхейм. Получаем 2 монеты каждый раз, когда отряды добавляют яд. Ну и, соответственно, когда наша обилка заключается еще в том, что мы получаем усиление за каждую впустую потраченную монету, соответственно, когда у нас 9 монет уже есть, и там Саламанд отравит десятки отрядов на поле, и урон от Бленхейм улетает в район семидесяти. Далее, Сауль Денаверет. При сбережении, там, от 3 до 9 мы получаем какое-то усиление, мы пытаемся довести до 3 единицы, но это такая вспомогательная карта для первого раунда в основном. Саламандры, Чародей, дань 4, наносит под единицу урон от 3 смежно-вражеским отрядом. Получает монеты каждый раз, когда платим, дань и 3, 2, 5, поезд, вот это получаем просто 2 монеты, когда платим дань. Размещение, сбережение 4, призываем, ну, разбойника второго для прокрутки нашей колоды. Далее, Двим Виандра мы при размещении в дальнобойном только ряду ее будем использовать, в основном способность приказу дружественного места, то есть мы второй раз можем перенести яд с какого-то отряда. Далее, Ушлый Торговец, выгода 2, дань 4, либо 5, соответственно, создаем либо эту особую карту преступления, либо за 4, либо за 5 единиц провизии. Физ, Штех, выгода 4, добавляем яд отряду. Контрабанда, просто выгода 3. Морская Гиена, платеж 2, усиливаем карту на 2 единицы, если у нас 7 сбережений, то на 3 единицы. Нищий, выгода 3, взаимосвязь, вместо этого получаем выгоду 5, но мы можем раскачивать эту карту, если у нас уже есть 2 нищих и куча монет в мешочке. Уличный Нарко Торговец, добавляем яд, если дружишь на отряд, получаем 3 монеты. Ну и это последняя карта в данной колоде. Ну, хочу сказать сразу по заменам. В изначальной колоде, которую мне Егор прислал, у него было 2 контрабанды, одну я заменил на Гиену, потом у него был летучий Реданец, вместо него я взял кольцо, и одну провизию я потратил на ушлого торговца, на ушлого торговца. Я еще какую-то четверку заменил, я уже не помню. И, соответственно, одну двимириандру я заменил на Чародея, потому что было слишком мало дани, у него была дань чисто через Саламандру Чародея и через обычную Саламандру. Ну, понятное дело, да, что если мы вот эти две карты отыгрываем, ну, мы что-то получаем. Ну, и еще с убежищем можно одну дополнительную было сделать дань. Но я подумал... А, ну и Азарьявит еще. Но я подумал, что мне что-то как-то не везло. В самом начале мне несколько партий подряд прямо очень мало дани попалось по выкрутке и плюс там каких-то королевских указаний заходили, поэтому я решил, что, ну, лучше побольше дани иметь, ну, плюс тем самым мы повышаем, мне кажется, все-таки контроль нашей колоды. Потому что больше урона мы получаем, ну, плюс вот этот через торговца какой-то точечный урон, можно дополнительный физштейк сделать и прочее-прочее, да. Плюс там Реданец, он, конечно, из колоды выпрыгивал, но для этого нужно было 9 единиц, ну, сейчас все носят кольцо, и поэтому... Я думаю, все-таки кольцо лучше, потому что оно еще усиливается. И оно как бы в собой, ну, в некотором смысле, заменяет еще Саульдена Варета, как вариант. Ну, в общем, какая-то вот такая сборка. Как самая еще замена? Ну, если кто хочет, может, конечно, убрать Возрождение, взять что-то еще, и тогда Саламандру отыгрывать вместе в паре с Роландом, и кидать дважды с убежища яд переносить, и травить какие-то точечные вражеские отряды, ну, второй раз за счет Двимвиандрия. Ну, это, конечно, вопросы-вопросы. Теперь. Касаемо других замен, не знаю. Мне вот данная сборка, я до данной сборки дошел, мне более-менее как-то понравилось играть. Три победы подряд было прям подряд, потом один раз я там что-то подзатупил, потом опять подряд пошли победы, так что, ну, в принципе, очень даже неплохо ей играть, мне очень понравилось. Теперь касаемо стратегии. Давайте начнем с самого конца. Какая наша самая сильная, мощно-разрушительная комбинация? Это следующего вида. Убежище Саламандр, потом Азарьявит, потом Рональд Бленхейм, Саламандра травит все отряды, это предпоследний ход. С места мы переносим яд от Бленхейма на Саламандру, убиваем ее, если нету там, допустим, дождя в ряду, где будет вот эта Саламандра, и она там одна, чтобы ее точно убила. Последний ход возрождения, снова отыграем Саламандру, травим все вражеские отряды, но наши отряды тоже какие-то травятся. Рональд Бленхейм летит в район 70. Все. Это последние, ну, смотрите, раз, два, три, четыре, пять ходов в игре. Последние пять ходов в игре. Ну, смотрите, Азарьявит, мы защитника под самый-самый конец, грубо говоря, замещаем, чтобы Роналда закрыть. Соответственно, он 4, 3, 2, 1. Далее идем. Соответственно, для того, чтобы мы подошли вот к этой основной нашей комбинации, но при этом еще Крольнищих вылетит из колоды. А для того, чтобы мы до всего этого дошли, нам нужно как-то победить противника раньше. Для этого нам нужен весь вот этот стэк. ну, на самом деле, мы его весь тратим вполне себе легко. Главное, выйти с теми картами, которые я уже обозначил для последней комбинации. А до этого, ну, мы тратим, короче, просто тупо все вот эти карты. Как отыгрываем, скорее всего, первый раунд? Я играл несколько прям таких очень хороших партий, классных прям, сильных-сильных. И я заметил, что в первом раунде лучше всего и достаточно сильно мы сможем отыграть следующим способом. Ну, прежде всего, это кольцо, конечно же. Оно у нас и так будет в руке, но оно дает очень большое количество поинтов. Потом, скорее всего, рыхлый трюфель, два нищих, морская гиена. Ну, может быть, какой-то еще яд. Да? Либо один нищий, там, два яд. Ну, в общем, что-то в этом роде. Ну, в крайнем случае, еще Сауль де Наварет, либо там ушлый торговец или чародей. Но их лучше для третьего держать, для первой половины третьего раунда. Ну, и, соответственно, как мы играем? Ну, размещаем нищих, получаем большое количество монет. Потом трюфель идет, или там трюфель, потом нищие. Соответственно, трюфелем там что-нибудь сейвим. Если там морская гиена, то можем... Нет, ее не надо сейвить, нафиг надо. Нет, ну, в общем, куда-то разряжаем трюфель. Ну, я его разряжаю в первом раунде. Потом ставим гиену, раскачиваем гиену. Попутно мы там используем, допустим, физштег, ну, в крайнем случае, контрабанду, если она зашла в руку. Крутим разбойников. Качаем гиену, качаем гиену, ну, и завершающий ход это кольцо. Ну, в промежутке можно с аулеком где-то отдать, если там нету гиены или еще чего-то. Соответственно, кольцо, и все. Ну, в общем, в первом раунде можно уйти в район там сорока, пятидесяти, вполне себе неплохо. Противник будет пасовать. Либо он будет отдавать достаточно большие и сильные карты, включая каратскую жару, енифер, колдовство и прочее-прочее. Конечно, если мы нарывемся на какое-то прям очень-очень колоду, где будет очень много контроля там, или блоков у нильфгарда, то, понятное дело, что желательно там на морскую гиену сразу много монет потратить в нее. потом ну, чародеям отстреляться, еще что-то в этом роде. В общем, какую-то вот, ну, вот такую вот провернуть вещь именно с бронзой. Но если, ну, мы просто находимся в такой ситуации, когда просто размещая какие-то вот такие вот бронзовые карты, мы, ну, наворачиваем большое количество поинтов на нашей стороне. Да, просто за счет того, что мы их разместили. Плюс какой-то вот там контроль ближе к концу раунда и все, и мы выигрываем первый раунд. Вот. Ну, и мы можем достаточно легко сопротивляться противнику до самого конца первого раунда, там, вплоть до одной карты, там, или двух, потому что есть кольцо, оно все, ну, грубо говоря, может вернуть, вернуть утраченное количество поинтов. Либо мы подловим, подловим противник, там, быстро навернем большое количество силы через нищих, через морскую гиену, а пассанем, и у него кольцо сгорит. Там на, допустим, третьем, четвертом ходу. Четвертом, пятом, вот, четвертом, пятом ходу. Ладно, 3-5, пятый ход. 3-5 ход. Вот. Ну, сайт второй раунд, пасс, либо давим, в зависимости от ситуации. Ну, и третий. В третьем наша комбинация, но перед нашей комбинацией основное, что мы делаем? Ну, конечно же, это делаем вид, что у нас, там, не знаю, какая-то непонятная колода, там, допустим, ну, допустим, уже на варето ставим, там, можно даже с убежища уже начать, потом там какой-то контроль, торговцы, и прочее, прочее. Но под конец всегда мы все сводим к одной и той же комбинации. Это, соответственно, защитник, Роналд, Саламандра, с убежища в Саламандру, этот яд перекидываем, Саламандра умирает, король нищих, кстати, выкрутился, возрождение, снова Саламандра, все травим, и в Короля нищих все монеты оставшиеся отдаем. вот и все. Тем более, когда Саламандра отыграет, в него же яд не прилетит, да, и Роналд будет очищен через убежище. Вот, ну, можно что-нибудь такое провернуть, ну, и так все. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, колода, мне кажется, очень даже такая хорошая, мощная, интересная, поэтому собирайте ее и играйте себе на здоровье, я более чем уверен, что с ней можно выйти в про, потому что у меня были на ней сейчас буквально одни победы, один раз буквально проиграл, потому что затупил. Вот, соответственно, но если у вас есть какие-то идеи, как улучшить данную колоду, то пишите об этом в комментариях к видео. Ну, и напоследок, давайте мы еще раз поблагодарим нашего подписчика, Егора Питерского, за столь интересную, мощную, и гадкую колоду, поставим лайк этому видео, поставим лайк его сборки и моей сборки данной колоды на сайте Гвинта, и, конечно же, напишем в комментариях, что думаем о данной колоде, и можно ли ее как-то улучшить. Ну, а теперь, пришло время испытать эту колоду на поле битвы. Вперед, сыны Нильфгарда! Ну что, сыграем с гномами. Так, ну, это не надо, это не надо. Ну, допустим, без этого. Ну, ладно, окей. Так, давайте-ка я вам запечатлю личность за крону. Ну, покажем зубы, белки! Окей! Так, сделаем. Вот холера, я карту держал, их ногами. Как-то так. на лицах. Беги. Ну, надо как-то наворачивать нам преимущество. Слишком долго мы жили заперти. Ну, десятку сносим. Да, десятку уберем сейчас, и еще у нас колечко остается. Вот так, и вот так. преимущество большое идем. Понятно. То-то он так полното спокойно все это делал. У нас колечко есть. Наверное, тоже. Посмотрим. нету колечко. Нету колечко. пас. 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 О, всех затравим. Отлично. Так, защитник есть. Давайте одного уберем. не считать, не считай. Жаль, зря. Раньше он не вышел. Что значит, угловатый. сейчас я тебе хлебал, тарашки ваше. Так, какие мы карты отыграли? Мы отыграли яды и вот всякий мусор. Так что он немножечко не понимает, что у нас за колонок. Скорее всего. Как спелые ямочки. Мафис так чистый, как с тобой. А вот это классно. Слушайте, ребят, это очень круто сейчас было. Вот это мощь. Слушайте. Вот это мне надо такое делать, короче. Это заклинание, я бы учил в зерекаре. в нужде все бегут, кросс-ролю. Кючья. 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 Продолжение следует... 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 так ладно 3 иду 5 карт не задействовано будет нам бы получить вот эту или вот хотя бы чтобы сносить большую карту ну это прям воины 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 на преданности как я вижу на не ищу ветераны но сколько он там двух-трех достанет из сброса там что-то еще будет мы посмотрим на всяком случае чего крутится перекрутиться да нет о то что надо ну-ка сразимся будем тянуть время в итоге ну с покровом своими ногами уйдет лишь один из этого выйдет несколько приличных так урон убрали чуть-чуть налет дома сжечь деревья срубить по прикушке забрать Играет музыка. Вот вопрос, снесет или нет? Снесет. Давай, руби. Не хочет. Играет музыка. Тянем время. Ну, смотрите, видите, вот эти ребята очень хорошо работают с набегами. Прямо очень хорошо. Ну, у него такой полу-полу-полу-нау-юля. Играет тебе быструю смерть. Так, монету потеряли, но и фикс не. Играет музыка. Играет музыка. Так сделаем. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Так. Это понятно Теоргии Центра вместе наверх Как раз я снёс три бочки одним махом За зерном зерно кладешь полную мерку наберешь Блин, там Юта осталась по идее Ладно Окей Так сделаем Он нам помог Иииииииии так без еста вот что бывает теми кто не подчиняется жизнь хороша когда странствуешь по миру так должно удалить есть есть помог спасибо большое друг на победа вот саламандрами конечно очень интересно но блин вот играл в такой ситуации сидишь время кажется блин сейчас ничего не сработать ничего не сработает вот с этим вот дождем конечно здорово получилось прям вот прям классно ну что играем с реликтами нет вот давайте пока закончу то есть пока так были хорошая память на лица вот холера я карту держал вверх ногами но я думаю вы все понимаете к что тут будет дальше что а 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 не даем ему качаться нормально ну понятно да вот именно поэтому я и и жду всего этого никакой стойкости давайте так сделаем чтобы это все равно мы будем травить все нам главное сейчас выиграть так что выиграем за счет именно трюфель и всего остального вот ему сейчас нужно давать что-то вот отдал нет у меня тоже есть кольцо ха-ха-ха и она кстати лучше отыграла на сразу на 20 с лишним отыграла нежели торговец но если так подумать можно ли сюда влепить торговца если мы смотрите если мы убираем возрождение дважды не травим противника отыграем за счет бель хавейны и саламандры то что мы саламандры был хавейна где духовой накачаем то и потом просто добиваем ядами с руки но этого уже маловероятно ой да ладно давайте смотрите ой блин да точно на женовой речи а нет мы я его не убрал все я перепутал или dance убрал все верно x и сколько у нас монеты так нам 5 урона вот так вот 69 разница ну не а ну а отлично отлично взяли раунд у реликтов на секундочку взяли раунд неплохо получилось да конечно колоду еще надо было бы прокрутить получше нам да ладно да 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 что надо как через 7 ходу ну да мы его вытащим больше да не по идее надо бы вместо то нет о нет так давай ходи мы кстати могут сейчас в положении когда монет очень мало так что но мы за счет обилки конечно и волондо волондо так место 2 беандра да так ну 2 яда мы перекинем куда-куда да блин я надел я думал я придет мы тогда два яда скинули ладно так ну чё у него за копии то есть у него вот это это две копии уже внутри она еще от этого вылезет окей ладно пробуем согласен а ну блин по ходам проиграли чуть-чуть да ладно позволь показать тебе пару запрещенных так то есть читать вот так так я думаю начать все получится ну-ка-ну-ка блин интересно получится или нет мне кажется получится так выгода 1 выгода-то 1 есть 73 есть так ну что прощай герни хора и здесь не нужно есть победа но мы сделаем так чтобы показать всю мощь нашей колоды ну ты сказать колоды егора на лаве так на ну-ка 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 ну как за 100 есть почти 99 99 победа отлично отлично слушайте смотрите мы с 30 буквально до с 30 дошли до 70 и потом в 99 замечательно просто и на этом жители империи пора заканчивать глорайер кирзаер подписывайтесь на канал ставьте лайки и делитесь этим видео в социальных сетях с вами был нелю гордец до новых встреч